Наркоз представляет из себя полностью выключение, подразумевает под собой полное выключение сознания человека, его обездвиживание и обезболивание. Вот это три составляющие, которые говорят как раз о том, что мы имеем дело с наркозом. Если мы говорим о седации, то это лишь, ну можно так сказать, легкое воздействие на сознание человека, то есть мы его успокаиваем, он не утрачивает сознание, присутствует легкая эйфория, отсутствие страха, но при этом не происходит полная утрата сознания, отсутствует воздействие на двигательную сферу, то есть человек способен выполнять команды, двигаться. Единственное, что его ощущения, они несколько притуплены, несколько заторможены, вот так скажем. И как раз вот в этом и заключается отличие наркоза от седации. Здесь, безусловно, работа коллегиальная, и нельзя сказать, что анестезиолог определяет, седация будет, это или наркоз, это всегда взаимодействие стоматолога и анестезиолога. Это зависит от объема работы, это зависит от травматичности, зависит от продолжительности, от времени стоматологического лечения. Ну и, безусловно, учитывается, ведь мы работаем на пациента, безусловно, учитывается соматический и психологический статус пациента. Если человек сильно боится, и он не может воспринимать окружающую атмосферу адекватно, тогда, конечно, мы говорим о попробовать подседаться. Если это большой объем, который требует длительного, в течение часа, двух часов активного хирургического вмешательства, то, конечно, речь, скорее всего, будет идти о наркозе. Если говорить о разделении по возрастным категориям, то, конечно, для взрослого пациента более приемлема именно седация, потому что взрослый человек – это человек, который критически может оценивать ситуацию своего лечения, своего соматического здоровья, ну и, соответственно, принимается решение в пользу седации, чтобы человек просто не боялся. В случае деток мы имеем дело с еще незрелым, несостоявшимся человечком, и поэтому чаще всего для детей будет при большом объеме, естественно, и при отсутствии противопоказаний речь будет идти о наркозе, потому что надо, чтобы ребенок спокойно сидел, чтобы он дал доктору сделать свое дело хорошо. Соответственно, здесь вот тот компонент обездвиживания как раз и полного выключения сознания как раз и будет играть, наверное, ведущую роль. Здесь мы должны говорить вообще о самой ситуации со стоматологическим лечением, потому что может быть неотложная ситуация, когда без помощи анестезиолога стоматолог не сможет справиться. Но здесь мы совершенно четко должны представлять, в каких условиях мы осуществляем седацию и проводим наркоз. Если мы говорим о частных клиниках, где нет врачей-специалистов, где нет возможности обследования полного, где нет помощи реаниматологов, где нет отделений реанимации, то, естественно, противопоказанием будет любое соматическое нездоровье в стадии декомпенсации. То есть, когда человек имеет хроническое заболевание, и это хроническое заболевание у него на данный момент обострено. Да, такие ситуации возможны, но если мы говорим о том лечении, которое проводится в клинике ФБРЖ, то сам принцип обезболивания лежит на плечах стоматолога. А врач-анестезиолог осуществляет защиту именно, ну, наверное, можно так сказать, в большей степени нервной системы пациента от принят такой термин хирургической агрессии. То есть, именно это забота анестезиолога. Ну и, соответственно, если речь идет о начале лечения под седацией, при этом что-то пошло не так, то квалификация и опыт врачей-анестезиологов в клинике ФБРЖ вполне себе могут позволить перейти к более серьезным, ну, так скажем, вмешательствам. Более того, каждый из анестезиологов готов к возникновению какой-то неотложной ситуации. И, в принципе, в клинике отработаны алгоритмы взаимодействия с стационарами города Екатеринбурга. Это специализированные клиники, и, в общем-то, здесь бояться этого не нужно. Доктора готовы к таким ситуациям переходов и, соответственно, оказанию неотложной помощи.